Итак, друзья, всем привет! В этом ролике мы с вами поговорим о том, что такое GameFi сфера и как она работает. GameFi вообще объединяет блокчейн игры в модели Play2Earn, которые предлагают денежное вознаграждение. Их игроки могут зарабатывать криптовалюты и награды NFT за выполнение заданий, битвы с другими игроками и прохождение уровней в игре. В отличие от традиционных видеоигр, большинство игр на блокчейне позволяет выводить игровые предметы из виртуального мира в реальный. Их можно продавать на NFT-маркетплейсах, а заработанную криптовалюту обменивать на криптобиржах. С момента появления игры Axie и Binty сфера GameFi быстро начала захватывать традиционную игровую индустрию. Она привлекает игроков к возможности заработка реальных денег в видеоиграх. Что же такое отрасль GameFi и чем он отличается от традиционных видеоигр? Поехали! Термин GameFi образован в комбинации слов «гейм» – игра и «финанса» – «финанс». Он обозначает блокчейн игры в модели Plane2Earn, которые предлагают денежные вознаграждения. Виртуальная игровая среда и системе GameFi включают в себя криптовалюту, не взаимозаменяемые токены NFT и технологии блокчейна. Пользователи таких игр могут получать внутриигровые награды, выполняя задания, сражаясь с другими игроками и проходя уровни в игре. После этого они могут продавать свои активы на криптобиржах и NFT-маркетплейсах. Как же работает GameFi? В GameFi награды представляют собой криптовалюту или внутриигровые активы, такие как виртуальные земли, аватары, оружие и костюмы. Каждый проект GameFi использует свою уникальную модель – игровую экономику. В большинстве случаев внутриигровые активы представляют собой NFT, работающие на блокчейне, которыми можно торговать на NFT-маркетплейсах. Однако в некоторых случаях для продажи или обмена внутриигровых активов их сначала необходимо преобразовать в NFT. Обычно внутриигровые активы предоставляют пользователям определенные преимущества, позволяющие зарабатывать более крупные вознаграждения. Некоторые игры также предполагают аватары и прочие косметические элементы, которые никак не влияют на геймплей и доход. В большинстве игр награды выдаются за выполнение заданий, сражения с другими игроками и создание монетизированных структур на своей виртуальной земле. Также игроки могут предоставлять свои игровые активы в аренду другим игрокам. Давайте рассмотрим основные функции GameFi. Всеми нашумевшая модель «Играй, зарабатывай, плей, тюэрн». В основе проектов в GameFi лежит революционный игровой режим «Играй и зарабатывай». Он значительно отличается от модели «Плати и играй», распространенной в традиционных видеоиграх. Чтобы начать в них играть, необходимо внести средства, как вы уже знаете. Например, в игре Call of Duty пользователи должны покупать лицензии или оплачивать подписки. В любой игре, где вы что-то делаете, чтобы дальше продвигать своего персонажа, вам необходимо платить подписку. Обычно традиционные видеоигры не приносят никакой выгоды, а игровые активы контролируются и принадлежат компании-производителям. Игры же PlayToEarn дарят игрокам полный контроль над своими внутриигровыми активами, а также позволяют зарабатывать деньги. То есть, если вы самый такой заядлый игроман, вы можете играть в игры и зарабатывать с этого деньги. Это для вас просто рай. Стоит отметить, что игры PlayToEarn обычно бесплатные и приносят игрокам финансовые вознаграждения. Некоторые проекты GameFi требуют приобретать NFT или криптоактивы перед началом игры. Мы всегда рекомендуем самостоятельно изучать информацию и оценивать риски. Например, если игра требует больших вложений и предполагает незначительное вознаграждение, вы рискуете потерять первоначальные инвестиции. Одной из самых популярных игр формата «Игра и зарабатыв» является Axie Infinity. Это NFT-игра на основе Ethereum, популярность которой активно росла 2018 года. В ней игроки выполняют ежедневные квесты и участвуют в битвах с другими игроками с помощью своих NFT-питомцев. Акси получая за победы токены CLP. За достижение определенного уровня в PvP-битвах игроки награждаются токенами Axies и Axies из CLP. Можно использовать для создания новых акси, которые затем либо используются в игре, либо продаются на NFT-маркетплейсах. Их можно не только продавать и покупать, но и одалживать другим пользователям, получая за этот доход, даже не играя в игру. Такая модель аренды называется «Стипендией». Игроки берут чужих акси в долг, чтобы играть и зарабатывать награды. Таким образом, владельцы акси получают пассивный доход, а стипендиаты играют без их либо вложений. Полученные награды затем разделяются между стипендиатами и владельцами акси. Владение цифровыми активами. Как мы уже упоминали, технология блокчейна позволяет владеть цифровыми активами, а значит у игроков появляется множество вариантов и монетизации. Как и в традиционных видеоиграх, игроки могут владеть аватарами, питомцами, домами, оружием, инструментами и многим другим. То есть мы перемещаемся в метавселенную. Однако в GameFi эти активы представляют собой NFT блокчейна. Активы создаются выпуском NFT. Это позволяет игрокам устанавливать официальное право собственности своих активов и полностью контролировать их. Некоторые популярные метавселенные, такие как CentralLand и Sandbox, специализируются на владении виртуальной землей и ее монетизацией. В Sandbox игроки могут покупать цифровые объекты недвижимости, развивать их и получать доход. Например, площадка позволяет взимать плату других игроков за посещение вашей земли, зарабатывать токены за размещение на ней контента или проведение мероприятия, а также сдавать ее в аренду другим игрокам. Приложение DeFi. Некоторые проекты GameFi также предполагают продукты и функции DeFi, такие как стейкинг, майнинг коктейности и фарминг доходности. Как правило, игроки могут вносить свои игровые токены в стейкинг. Стейкинг – это когда вы инвестируете свои деньги или просто ваши деньги лежат на блокчейне, и с помощью этих денег вам капают еще деньги. То есть за счет ваших денег создается энергия, за которую вам начисляются проценты. Внедрение элементов DeFi делает криптоигры более централизованными. В отличие от традиционных игровых студий, которые централизованы и по своему усмотрению обновляют игры, некоторые проекты GameFi позволяют сообществу влиять на принятие решений. Игроки предлагают и голосуют за будущие обновления через децентрализованную автономную организацию. Например, пользователи Central Land могут голосовать за внутриигровые и границионные вопросы, если заблокируют в DAO свои токены управления мана. Чем больше токенов они заблокируют, тем больше веса у их голоса. Таким образом, игроки могут взаимодействовать с разработчиками и напрямую влиять на развитие игры. И тут задается вопрос. Видеоигры – это часть GameFi? Пользователи традиционных видеоигр также могут зарабатывать внутриигровую валюту и собирать цифровые активы для учения своих персонажей. Однако эти токены и предметы не предусматривают торговлю за пределами игры. Зачастую они даже не несут никакой ценности в игре, а даже если не несут, их разработчики обычно запрещают игрокам торговать активами в реальном мире. Как играть в игре GameFi? На рынке существует множество игр с блокчейном, каждый из них имеет свои особенности. Осерегайтесь также мошеннических проектов, следите за этим, не получайте кошелек, не загружайте игры, если вам сайт не знаком. Про транзакции я уже рассказывал в ролике. Мы рекомендуем создавать новый криптокошелек специально для игры, используя какие-то средства, которые вы готовы потерять. Если вы убедились в безопасности игры, вы выполните следующее действие. Создайте криптовалютный кошелек, можете MetaMask создать, подключите MetaMask к сети BSC. Также можно подключить криптокошелек в блокчейн на эфириум и получить доступ к большинству игр в сети эфириум. Вторым шагом, включите кошелек к игре. Третьим, проверьте игровые требования. Например, для игры Vax Infinity необходимо иметь в игровом кошельке 3 питомца акси. То есть, вам необходимо что-то приобрести. Например, на бирже PancakeSwap вы можете купить кейки и из-за них, допустим, покупать внутриигровые активы. Что стоит в будущем GameFi? В 2021 году количество правил GameFi резко возросло и, вероятно, продолжит расти дальше. По состоянию на март 2022 года в DEP Radar зарегистрировано более 1400 блокчейн-игр. Сегодня игроки могут выбирать из множества популярных игр, доступных в блокчейнах эфириум, BNB Smart Chain, Polygon, Harmony, Solana и многих других. Поскольку эта технология блокчейна продолжает развиваться, ожидается, что GameFi также будет расти быстрыми темпами. Это не на один день. Возможность владеть внутриигровыми активами и зарабатывать на играх делает сферу GameFi крайне привлекательной, особенно в развивающихся странах. Поэтому, если вы сейчас заходите в эту сферу, вы играете, вы можете зарабатывать на этом. Эта сфера развивается. Вы можете перейти на площадку GameFi.org, посмотреть все вкладки, которые доступны, то есть разные способы заработка. На вкладке, где домашняя страница, вы можете увидеть игры, соответственно, NFT-игры и к ним, соответственно, превью, чтобы вам что-то сделать, вам необходимо приобрести токен Гафи. То есть токен Гафи – это внутри платформенный токен, за который вы там приобретаете какие-то монеты. Вот у вас тут даже показывается путь, да, простые шаги, чтобы перейти там в Adjo, да. Adjo – это размещение игровых проектов. То есть вы стейкайте токены, проходите процедуру KYC, то есть идентификацию личности, потом подтверждаете, участвуйте в white-liсте, покупаете токены Гафи, клеймите, то есть лочите и уже ждете своего, своей доходности. Также тут у вас доступны Gamer Pool Tickets, то есть вы можете вот перейти, допустим, Epic War Game Tickets, осталось 15 дней, и вы можете за токен Гафи приобрести, допустим, один тикет и уже ждать свой выигрыш. Также вот IGO, вы можете посмотреть, тут делистятся гейминг-площадки, вот, соответственно, пока такие доступны. Вот проекты, которые, соответственно, стартуют. Это Codified, Oceanland, Monster IGO, Epic War хорошая, и XANA IGO. Вот сколько стоит на пресейле. Также вы можете посмотреть, какие проекты уже вот сейчас есть. Во вкладке Hub вы можете увидеть, также тут есть метавселенные, в которых вы можете быть, и тут также графики можете фильтровать по, соответственно, значениям. Вот, допустим, догами, да, догами мы можем увидеть, сколько она стоит, все показатели, все метрики, сайт, и вы можете, соответственно, вот у нее играть, нажимаете play, и вы переходите в marketplace с догами. Тут вы уже, соответственно, видите, да, на этом marketplace покупаете вот эти собачек, там, да, или NFT-шек, да, NFT-шные, соответственно, собачки, и тут вы уже можете посмотреть по характеристикам, какая из них вам более нравится, да. Допустим, выбираете собачку, да, и смотрите, какая она, какой уникальности, что у нее преобладает, и нажимаете buy now, и тут у вас доступны кошельки, которые вы можете оплачивать. Это вот Galleon, Kukai Wallet, Yunami, соответственно, вот они доступны. Также вкладка есть и no NFT, вот так же тут можете посмотреть за 10 BUSD, вы можете купить за 120 BUSD, некоторые проекты. Также тут доступен marketplace, где вы также можете приобретать, допустим, MetaGoods, вот топовые проекты, Matchmaster, Kingdom Quest, Chess, и AspoWorld. Соответственно, вот трендовые боксы, также можете приобретать стейкинг, также есть, вы можете застейкать свои токены GoFi, и минимально, допустим, вот 100 долларов, да, в Lite-версии, и, соответственно, у вас максимальная аллокация 300 долларов на 8 дней. Соответственно, коннекте кошелек и стейкайте токены. Дальше идет вкладка Earn, то есть тут вы можете зарабатывать так же на токенах GoFi, и тут у вас есть так же Insight, это то, что может выйти, новости, соответственно, по игровым проектам. И последняя вкладка это Meta Вселенная, которая будет скоро тут доступна. Также вы можете посмотреть, есть сайт CryptoVP+, тут так же GameFi Индустрия, вы можете посмотреть, какие проекты развиваются. То есть, допустим, переходите во вкладку Learn to Earn, и вы переходите на сайт, соответственно, который занимается изучением, обучением, и, соответственно, вы стартуете курс и зарабатываете на этом. Ну что, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и также подписывайтесь на социальные сети в Telegram. В Telegram много всяких полезных новостей, которые я для вас освещаю. И также мне доступен курс по трейдингу, который вы уже можете приобрести. Соответственно, можете написать мне в личку, либо зарегистрироваться в форме, которая будет ниже под видео, и обучиться навыку торговли на финансовых рынках, чтобы извлекать прибыль. И в наше время этот навык очень сильно пригодится. Все, на связи был Вадим. Всем пока.